Откройте со мной, римлянам, 10-ю годы. В этой главе Бог через Слово Своё делает совершенно ясным тот факт, что неизвинителен тот, кто не принимает спасение через принятие дара прощения и вечной жизни в Иисусе. Им нет оправдания. Полная ответственность за то, что человек отвергает единственное Божие средство спасения, а именно Иисуса Христа, возлагается сугубо на человека, отвергшего Христа. Те из вас, кто слышал все проповеди этой серии, должно быть вспомнят, что когда мы рассматривали 8-ю и 9-ю главы римлянам, мы видели одну сторону медали. У медали две стороны. С одной стороны, Божия суверенная воля, Его план, Его избрание. Мы видели, что Господь совершал работу, совершал избрание, и вот в 10-й главе апостол Павел показал другую сторону медали. Не сомневайтесь, у медали две стороны. Ответственность человека и Божия суверенная воля. Слово Божие говорит здесь, что если человек умирает без Христа, это происходит не потому, что он не был избран, но потому, что он или она отвергли то, что Бог с любовью пригласил их принять, Его дар прощения и вечная жизнь. В Деяниях 17-й главе, а именно 30-м стихе, апостол Павел, обращаясь к Афининым, сказал, что «во время неведения», то есть до Христа, «Бог закрывал глаза, но теперь после пришествия Христа, Бог повелевает всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить мир через Иисуса, поддав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Павел пять раз возлагает полную ответственность за то, что отвергли Божий план спасения сугубо на головы тех, кто Его отверг. Восьмой стих говорит об этом. Кстати, 21-й заключительный стих 10-й главы включает очень сильный вопль Бога об Израиле же. Бог говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному, если вы когда-либо». Задавались вопросом, а я уверен, некоторые из вас задавались этим вопросом и мы недоумевали, как может кто-то отвергнуть приглашение принять Его прощение через Христа, которое Бог с такой любовью нам предлагает. Вы когда-либо задавались таким вопросом? 10-я глава отвечает на это. Здесь перечисляется 4 причины, почему люди отвергают приглашение прийти, познать Христа, покаяться, уверовать в Него и быть навеки спасенными. Он говорит, что, во-первых, они отвергли Христа из-за ошибочного рвения. Вы найдете это в стихах с 1 по 4. Во-вторых, они отвергают Христа из-за неверно направленных усилий. Это 5 стих. В-третьих, он говорит, что они отвергают Иисуса, потому что намеренно слышат послание неверно. С 14 по 17 стих. И, наконец, он говорит, что они отвергают Иисуса из-за явного непослушания и упрямства. Это 18 стих. Ошибочное рвение, неверно направленные усилия, намеренное неверное восприятие и явное упрямство. Давайте вкратце все это рассмотрим. Я думаю, вы согласитесь со мной, что нет более трагичной ситуации, чем искренний человек, который искренне неправ. Это трагедия. Мы видим это по телевидению практически каждый вечер. Мы видим, как религиозное рвение нападает и убивает во имя религии. Смертники, убивающие себя и других невинных людей, думают, что за это убийство они смогут получить путевку в рай. Это ошибочное религиозное рвение. А кто понимал ошибочное религиозное рвение лучше, чем сам апостол Павел? Его собственное религиозное рвение, как представителя иудаизма, побудило его одобрять убийство первых христианских мучеников. Убийство Стефана. И даже когда он пережил встречу с воскрешим Христом по дороге в Дамаск, он как раз шел туда, чтобы гнать верующих в Дамаске. Только подумайте о религиозном рвении в разных культах, таких как свидетели Иеговы, мормоны, саентологи и остальные. Я должен вам признаться, что их рвение приводит меня в стыд. Они имеют такое рвение, веря в ложь. И мне стыдно, что мне не хватает рвения, хотя я знаю истину. Послушайте меня. Если бы верующие христиане имели хотя бы половину такого рвения в своей вере, как имеют вышеперечисленные культы, мы бы смогли достичь Евангелия весь мир, если бы у нас была хоть половина того рвения. Я в этом убежден. Но теплость большинства верующих держит Бога в постоянном состоянии тошноты и совершенно не дает возможности прийти пробуждению. Я в этом абсолютно убежден. Человеку легко быть ревностным за свою деноминацию, за свою церковь, программу, проект. Легко ревностно защищать свои политвзгляды. Взгляды на спорт, на церковные традиции и многое другое. Но при этом этот человек совсем потерян духовно. Если мы посмотрим второй стих, мы увидим, что религиозное рвение без познания приносит смерть, и смерть вечная. Вы слышали, я говорил это тысячи раз, и буду говорить об этом до самой смерти. Религия убивает, а Иисус дает жизнь. Итак, не только ошибочное рвение побуждает отвергать Христа, но также неправильно направленное усилие. Это также страшно. С 5 по 13 стих. В этих стихах апостол Павел говорит, и я хочу перевести его слова на современный язык, не нужно никуда идти, чтобы найти спасение. Не нужно лететь на восток, чтобы изучать мистицизм, там вам не найти спасение. Вам не нужно идти в лес, залазить на дерево или обниматься с деревьями, чтобы найти это спасение. Его там нет. Курсы йоги тоже не помогут вам найти спасение. Его там нет. Спасение можно найти только в Иисусе Христе. Он недалеко от каждого из нас. Просто вызовите к нему. Об этом говорит Слово Божие. Это не мои слова. Давайте посмотрим 10 стих. Слово близко к вам, о ваших устах, о вашем сердцем. И все, что вам нужно сделать, это всем сердцем покаяться перед Ним, исповедовать Христа публично своими устами, верить, что Он воскрес из мертвых, а Он сделает все остальное. Он воскресит вас из духовной смерти, вернет к жизни, вознесет вас из бездны и навеки спасет вас. Зачастую именно простота христианства, простота Евангелия является основным преткновением для многих людей. Если им дать сложную формулу, они последуют за нею. Вы говорите «приди к Христу». О, это слишком легко. Это не по мне. Даже среди людей, называющих себя христианами, многие верят только в своем разуме. Гораздо меньше людей верят в сердце, еще меньше и в разуме, и в сердце. В послании к римлянам 10 главе 10 стихе Павел говорит, что для того, чтобы человеку быть по-настоящему верующим, он должен соединить и разум, и сердце, просто исповедовать без веры тщетно. И верить, но при этом не исповедовать свою веру, так же тщетно и бесплодно. Верующий, неверно направивший свои усилия, говорит, «Главное, чтобы я верил в Бога, а за свое поведение я уж не отвечаю». Как часто вы слышите эти слова? «Бог меня таким сотворил. Мой неконтролируемый гнев на самом деле не моя вина. Это люди меня доводят. Для Бога самое главное, что я искренний, а остальное неважно. Я знаю, Бог хочет, чтобы я был счастливым, поэтому мое счастье первостепенно. Я знаю, Бог меня благословит». Но нет, и еще раз нет. Павел говорит, что все эти оправдания не сработают перед Богом, но истинная вера в сердце и в разуме, в поведении, должна синхронно отобразиться в послушании к господству Иисуса Христа. Сегодня многие проповедники говорят, не имеет значения, действительно ли воскрешение имело место. Я знаю многих этих людей лично. Они говорят, все равно было воскрешение или нет. Главное, чтобы вы просто приняли это верой. Это как-то двусмысленно, полная чушь. Это бред. Христианская вера не означает верить вслепую. Посмотрите на 9 стих. Павел говорит, что если вы не верите в буквальное телесное воскресение Иисуса, вы так же потеряны, как и те, кто вообще отверг Иисуса. Мне нравится история одной смелой школьницы из нашей церкви. Это случилось пару лет тому назад. Ее учительница пыталась высмеять ее. Она говорила, что сейчас развилось много миссий, и каждый называет себя Богом. Я знаю, что часто профессора и преподаватели университетов и колледжей пытаются высмеять христиан. Но эта прекрасная, отважная девушка сказала ей в ответ, «Я верю в того, кто воскрес из мертвых». Опасно не только ошибочное рвение, бесполезно не только невернонаправленные усилия, но намеренное, неправильное восприятие послания. Может быть, так же смертельно. Это стихи с 14 по 17. «Бог не оставил Себя без свидетелей. Бог посылает проповедников, и они возвещают добрую весть. Бог говорит через членов семьи, через соседей, через сотрудников. Бог говорит через проповедников и учителей Библии. Бог говорит через трудные обстоятельства. «У меня есть неверующие друзья, которые, попав в беду, просят меня молиться». Вы должны понимать, что зачастую через трудные условия Бог пытается заговорить с нами. Не позволяйте им соскочить с крючка. Пусть они узнают об этом. Бог всегда говорит с теми, кто открыл свои уши, чтобы слышать из сердца, чтобы принимать. И люди будут спасены. Если я спрошу каждого верующего в этом зале, и даже тех, кто смотрит нас по всему миру, «Как вы пришли ко Христу?» За редким исключением вы скажете, «Бог использовал кого-то или даже несколько людей, чтобы привести меня к Нему». Кто-то позаботился о том, чтобы вы услышали и ответили на послание спасения. И когда вы это услышали и вас звали к имени Господа, вы получили спасение и вечную жизнь. Поэтому моя главная мотивация в жизни, вне зависимости от того, говорю ли я с человеком лицом к лицу, что я делаю часто, или обращаюсь сразу к двум миллионам людей, вне зависимости от размера аудитории, я хочу, чтобы люди меня услышали и правильно воспринимали. Я молюсь, чтобы они услышали истину, чтобы их сердца обличались, и они уверовали в Иисуса, чтобы они возвали к имени Господа и были спасены. Но также я встречал людей, которые намеренно, неправильно воспринимают слово истины. Они делают это намеренно, и я не спускаю им это с рук. Они намеренно не хотят слышать истину, но это намеренное, неправильное восприятие истины будет говорить против них, когда они предстанут пред Божиим судом. Вот вопрос, почему абсолютно каждый верующий, абсолютно каждый, это относится к вам лично, не думайте, что я обращаюсь не к вам, а к вашему мужу или жене. Нет, я обращаюсь к вам. Не переводите стрелки. Я говорю каждому верующему по всему миру, и здесь, почему абсолютно каждый верующий должен и даже обязан возвещать истину? Почему? Да потому что суверенный Бог выбрал, чтобы именно так распространялась его истина. Он выбрал, чтобы именно так была явлена его истина. Послушайте, если бы я был суверенным Богом, и слава Господу, что я им не являюсь, но на месте Бога я бы ни за что не выбрал меня для этой миссии. Я уверяю вас, я бы не выбрал такого, как я. Хотя, признаться, вас я бы тоже не выбрал. Если вдруг вы подумали... Но вот что я хочу сказать. Если мы с вами откажемся возвещать истину, если мы будем игнорировать нашу ответственность возвещать другим Божью истину, если свои интересы мы будем ставить выше Евангелие, то хоть мы и не потеряем свое спасение, но Бог как бы поставит нас на полку. Если когда-то вы просто лежали на полке, вы знаете, о чем я. Если мы с вами откажемся говорить нашим соседям об Иисусе... Бог посмотрит на нас с небес и скажет, «Ну что ж, я не возмущен вашим непослушанием, но я просто поставлю вас на полку. Я привлеку кого-то другого, кто послушен мне и готов мне послужить». Проблема в том, что когда это происходит, мы с вами упускаем возможность испытать радость и благословение, видя, как кто-то приходит ко Христу. Мы с вами упускаем невероятное благословение в том, чтобы видеть, как духовно мертвый человек воскресает к новой жизни. Павел здесь ясно говорит, «И еще Моисей говорил об этом. Бог избрал Израиль именно для того, чтобы они были светом для народов, чтобы язычники узнали о Боге Яхве. Но вместо этого они, наоборот, стали близорукие. Они подумали, «Ой, какой все-таки Бог мудрый! Он избрал именно нас!» Это было очень правильно с его стороны. Но нет, Бог избрал их для того, чтобы о Его имени узнали язычники. Это была цель, их призвание. Но из-за их нежелания рассказывать другим о Боге. Бог Яхве забрал у них это призвание и вручил его церкви. Мы читаем об этом в конце каждого из четырех Евангелий и в книге Деяний. Мы пять раз видим, как Бог вручает это призвание церкви. И послушайте меня. Если Бог забрал это призвание у людей, которые, как говорится в Захарии, были зеницы его оком, ничто не помешает ему забрать это призвание у отдельных верующих, забрать его у церкви. Когда мы приезжаем в Европу, мы видим тысячи церквей, которые превратились в музеи для туристов. Бог оставил эти церкви. Он сказал не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Если Бог говорит к вам, а вы постоянно игнорируете голос Святого Духа, будьте осторожны, потому что однажды Он прекратит говорить с вами. Я сейчас говорю не о спасении. Не заставляйте Бога поместить вас на полку и использовать для вашего призвания кого-то другого вместо вас, кто готов и кто послушан. Зачем Богу делать это? Класть непослушное дитя на полку и находить кого-то другого. Да потому что Бог желает, чтобы Его послание было услышано и воспринято верно. Он желает, чтобы Его послание возвещалось, чтобы о Нем говорили, чтобы Его послание возвещалось в истине. Бог желает открываться через нас, другим людям, и Он говорит в Писании, «Овцы мои знают голос Мой и отвечают Мне». 15 стих повествует, «Как прекрасны ноги благовествующих благою». Здесь апостол Павел цитирует Ветхий Завет. Это Исаия, 52 глава, 7 стих. «Я всегда восхищаюсь Божьими путями и надеюсь, так будет до того момента, как Бог заберет меня домой, что я никогда не перестану удивиться и восхищаться различными путями». Тем, как суверенный Бог работает в разных людях. Иногда Он избирает совсем неподходящие кандидатуры. В основном, возлюбленная Бог может принять даже самые слабые наши усилия. Не пренебрегайте даром Божиим, не пренебрегайте собою, ведь Бог может увидеть наши слабые стороны и усилия, и преобразить их в сильные качества. Через этого человека, в свою очередь, Бог изменит много других жизней. Дуайта Муди привела ко Христу его учительницы в воскресной школе. Служение Христу Дуайта Муди потрясло два континента. Проблема нашего времени в том, что лишь немногие возвещают добрую весть о Христе. Знаете, почему так происходит? Осознанно или нет, глубоко в сердце они стыдятся Евангелия. Они боятся быть отвергнутыми. Подавляющее большинство верующих просто зрителей сегодня. Послушайте меня. Зачем нам упускать такое благословение? Много лет назад к Дуайту Муди подошла одна женщина. Она обратилась к нему. «Господин Муди, мне не нравится, как вы проповедуете Евангелие». Он сказал мне тоже. «А как вы это делаете?» Она сказала «никак». Он ответил, «Я лучше буду делать это так, как делаю я, чем вообще не проповедовать, как вы». Не только ошибочное рвение опасно, не только неверно направленные усилия бесполезны, не только намеренное нежелание принимать слово ожесточает сердце, но также постоянное отвержение Бога из-за упрямства и гордыни приведет к окончательному Божьему суду. Посмотрите на эти стихи с 18-го. «Если возвещение Благой Вести ведет к тому, что ее услышат, а вера приходит от слышания, вот тогда возникает вопрос, почему тогда не все верят, почему не все иудеи во времена Иисуса уверовали в Него как в Мессию? А все просто. Ранняя церковь, Кайстяк, Кайстяк, Ранняя церковь были как раз иудеями, но их было небольшое количество. Почему в Него не уверовали все? Хороший вопрос. Я верю всем сердцем, я хотел бы, чтобы дома вы все прочитали сами. Особенно последние несколько стихов. Вот там вы увидите, что этот вопрос сильно волновал и апостола Павла. Он был сильно озадачен этим и недоумевал. Он говорит, что Бог совсем не закрылся от иудейского народа. Он к ним взывал, умолял их, убеждал. Бог днем и ночью простирает к ним руки свои. Подобно родителю, который приглашает нерадивого ребенка вернуться домой, в его объятия, где он будет принят и расцелован. Бог говорит, мои объятия, руки мои распростерты к вам день и ночь. Но вместо того, чтобы ответить на приглашение принять его драгоценную милость, они выбрали непослушание и упрямство. И в конце 10 главы Павел подводит черту и отдает всю полноту ответственности за то, что они отвергли Христа сугубо на тех, кто его отверг, и на их собственные плечи. Поэтому, возлюбленные мои, в судный день ни один человек не может оправдаться перед Богом. Писание говорит в послании к римлянам 2 главе 1 стихе «Не извинителен ты, всякий человек, который судит другого и при этом сам является судьей, вам не найти себе оправдания». Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.